Сейчас я убью Виктора Комарова. Здравствуйте, как вас зовут? Виктор. Виктор, потрясающее имя. Согласен. Виктор, скажите, пожалуйста, вы чем занимаетесь? Много чем. Давайте начнем с первого. С первого, ну, наверное, я инженер в первую очередь. Вы, наверное, инженер. В первую очередь. В первую очередь. Инженер чего вы? Роботтехника. Чего? Робототехника. Робототехники. Вы, значит, придумываете робот. Должен был. Должен был, да. Вы инженер. Вы по образованию инженер? Все верно. Вы по образованию инженер робототехники. Че вы заканчивали? Бауманку. Етить, колотить. И глянь, тут просто девчонки уже такие поплыли. Серьезно, девчонки? Если бы я знал, это прям сейчас умные мужики, да? Это умные мужики. Вот какой-то момент я просрал этот момент. Итак, вы закончили бауманку, вы инженер робототехники. Вы работаете по специальности, Виктор? Сейчас уже нет. Сейчас уже нет. Сколько лет вы работали по специальности? Года четыре. Года четыре. Замечательно. Сразу после института пошли по специальности? Да. Да. После этого вы смогли придумать какого-то робота? Не давали. Не давали? Ну да. То есть вы пришли в какое-то... НИИ. НИИ. Да. И вам сказали, вы сказали, я буду придумывать роботу. В отделе кадров психолог сказал, зачем ты пришел. Да? Да. Зачем тебе это надо? И что вы ответили? Я сказал, ну я хочу быть инженером, это была моя мечта. Он такой, ну молодец, вот тебе меньше двухсот рублей в час. Это мало? Ну 30 тысяч в месяц примерно. Слушайте, ну зато, зато, нет, блядь, нет зато. Нет, не зато. В этом нет зато ничего. Вы, вы... Хорошо. Так, что сейчас занимаетесь, чем? Сейчас ушел в IT. Ушли в IT, что делать в IT? Сервера и прочее. Профессия, конечно, супер замечательная. Вы админ? Ну, не совсем. Вы загадочный, да, админ. Ну, грубо говоря, сопровождаю системы бизнеса. Системы бизнеса сопровождаете для каких-то крупных компаний? В самой крупной компании. В самой крупной какая-то компания. А можно завуалировано? Давайте. Омега-банк. Ой, 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 я так... Пожалуйста, не делайте так, потому что я сейчас чувствую себя таким тупым, потому что вы все поняли, а я до сих пор не понял. Подождите, дайте мне шанс. Это вот этот момент, знаете, когда, хочешь, загадку тебе загадаю, и ты такой, ну, давай, загадывай. Он тебе загадывает загадку, и ты такой, я не знаю. И он такой, в смысле ты не знаешь? Ну, вот же. Тын, 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 тын. Да нет, я не знаю. Ответ три. Омега-банк. Омега. Наоборот. А-а-а, блядь, вот этот, я же говорил. Это вот вы, да, за людьми, которые заикаются, договариваете слова. Альфа-банк, да? Альфа-омега. Да. И так на монтаже сделаем, как будто я сразу сказал. А-а-а, альфа-банк. Понял. Все верно. Самой крупный какая-то компания. А можно завуалировано? Давайте. Омега-банк. А-а-а, альфа-банк. Понял. Все верно. Так, слушайте, ну замечательная компания. Скажите, пожалуйста, через вас можно доллары вывести? Нет. Нет. Мы даже сами не выводим. Через альфу нельзя. Через альфу нельзя. Это вообще, это что такое? Это в какой момент произошло? У меня все было до 9 марта. Положено. Дайте, просто отдайте то, что было. Пожалуйста. Да, да. Я пришел такой, говорю, заказал 10 тысяч долларов разрешенных. Прихожу. Вот это я обожаю вообще, когда меня узнают. И такие, здравствуйте, присаживайтесь. Очень рады с вами познакомиться. И мы ни хера не можем для вас сделать. Да, и мало того, что 10 даже не отдала. Прикиньте. Вот так вот такая, говорит, с какой просьбой вы пришли? Я говорю, ну вот, заказывал 10 тысяч долларов разрешенных. Можно получить 10 долларов? Она говорит, ну конечно, конечно. Ну вы что такое говорите? Ну, мы полностью выполняем распоряжение указа президента и Центробанка Российской Федерации. Конечно, нет. Можем дать только 5. Я говорю, давайте 5. Просили когда-нибудь? Новые чувства, когда в банке просишь собственные деньги. Ди-ка извиняюсь. Может быть? 5 тысяч долларов. Я тебя прошу, пожалуйста. Ладно. Так, хорошо. Альфа банк... Но я не их хотел рекламировать, если что. Не-не-не. Это... Какой банк вам больше всего не нравится? Не знаю. Я не задумывался над этим. Пришло время узнать. Сейчас надо определяться. Сейчас все требуют четкой позиции. Росколхоз. Росколхоз? Я бы не хотел пойти в банк, который называется Росколхоз. Росколхоз банк. Нет, у нас документов нет. Просто руку кладешь на плечо и поклон делаешь. Это... Это электронная подпись. Росколхоз банк. Да. Слушайте, у него свифт работает? Нет, да ёбростая. У чего свифт работает? Почта банк. Почта банк. Почта банк. Кто бы мог знать? Вы понимаете, в каком мире мы живем? Что-то такое... Так. Где бабки будем держать? Сбербанк? Не. ВТБ, Альфа... Не-не-не. По санкциями. И просто бабка. Я говорила вам! Почта банк! Почта банк! Ааа, как это больно! Как это больно! Просто... По суток можно по ссылке оплачивать. Что, родная? Это правда! Можно оплачивать по ссылке зарубежные... В интернет-магазинах зарубежных. Вы можете привести конкретный пример, что вы оплачивали с карты российского банка за рубежом? Итальянские ткани. Итальянские ткани. Потому что сейчас время для итальянских тканей. Итак, вы швея? Нет. Вы дизайнер одежды? Нет, у нас магазин ткани. У вас магазин ткани. И вы заказываете итальянские ткани, вы заходите на сайт... Какой это сайт? По курсу ЦБ. Ткани.ком? Ну, допустим. Допустим. И, значит, вот итальянские ткани, и вот просто ссылка. Нажимаем на ссылку, и у вас какая карта? Чего? Почта банка. Почта банка! Реально, да. Платежная система... Я думаю, что это... По 55. По 55. UnionPay. Открывайте UnionPay в почта банке. Отплатите... Ёпара СТ. Вот это как... Кто бы мог представить, что я уже завтра? А я уже завтра. Вот так просто. Вот человек за пенсией, а я... Чтобы открыть эту карту. Все так. UnionPay. Почта банк. Почта банк. Слушайте, слушайте, а карта долго идет? Моментально. 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 Это че за такое? Я... Как это все перевернулось просто... Просто вверх тормашками. Это реальный лайфхак. Это... Да? Да. Вы знали об этом? Да. Я не слышу благодарности. Я считаю, за косарь... Отбил. Отбил стопудово за эту информацию. Сто процентов. И нам тоже накиньте. Вам накинуть? Хорошо. Без проблем. Без проблем. Вот воду. За столик. Нет. А только одному человеку. Так, Виктор, я помню, не переживайте. Значит, ткани. Итальянские ткани. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, а у нас есть российские ткани, которые, ну, как бы могут конкурировать с итальянскими? Есть, но только определенные категории. Лен, хлопок, вот такое. Ну и из конопли. Из конопли? Рукав можно скурить? Просто рукав в день. Рукав в день, и потом пришел новый рукав. И вот так вот, вообще беспалево. Просто ходишь. Так, замечательно. Лен. И что вы сказали? Лен, хлопок. Все. Вискоза. Вискоза. Я думал, это что-то с венами. Нет, это материал такой есть. Да, хорошо. Ну, лен. Мы же все знаем. Леные рубашки, да. Да, как раз под наш климат. Где 9 месяцев в году просто прохладно, мягко говоря. Лен. Так, Виктор. Я здесь. Вы здесь. Было бы странно, если вы такие, ну, все, херам. Пойду погуляем. Скучаете по робототехнике? Ну, да. Иногда вот частные заказы выполняю. Батюшки мои. Это кто ж такие люди, которые частные роботы заказывают? Не совсем. Там больше вопросы автоматизации. Вопрос автоматизации. Ну, приведите пример. Ну, например, мы вот восстанавливали планетарий, вот который здесь, там, баррикадный. В частности, звездное небо. Там очень много экспонатов интересных. Например, водородная ракета. Например, водородная ракета. Да, она очень круто работает. Там из воды выделяется водород на специальных электродах. Заряжает ракету, потом искра, и она взлетает вверх в потолок. Так. Так, это если мы будем бить по инопланетянам? Нет, это просто детям показать, как получать водород и использовать ее. Хорошо. Ну, каким-то образованным детям, да? Потому что я как бы не знаю. Мне когда все это показывали, я такой, окей, а когда мороженое будем есть? Теперь, соответственно, можно сходить на баррикадную, в планетарий. И вот когда ракета взлетит, ты думаешь, это Виктор. Ну, может быть, если этот экспонат оставят. Возможно, его уберут. И поставят другой, новый. Новый? Какой новый? Ну, сейчас идет разработка, например, моделирование цунами. Да, примерно три квадратных метра воды. Там специальный механизм, который гонит волну, чтобы показать, как землетрясение порождает цунами. Слушайте, я надеюсь, они в этот экспонат не вставят какой-то маленький городочек, и звуки типа... А-а-а! 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 А мы все умрем! Вот это цунами, дети. Город там есть. Город там есть. Хорошо. Замечательно, замечательно. Вы такой образованный. У вас, очевидно, интеллект выше среднего. Вы ЕГЭ на что сдали? А-а-а! А я поступил по Олимпиаде, мне ЕГЭ был не важен. ЕГЭ? Потрясающе. То есть вы выиграли Олимпиаду? В призовых, да, был. Второй или третий, я не помню. Да. А Олимпиада — это по какому-то отдельному предмету? Да, один человек, учитель ваш похлопал. Я хочу сказать, что Виктор... Во-первых, мне очень приятно, что моя аудитория строится из таких людей, понимаете? Вот именно такие люди образованы. Вы же могли прийти и на другого комика, но выбрали меня. Это мне очень приятно. Весь Ютуб пересмотрел. Спасибо вам большое. В целом, не тратьте так много времени, потому что ваши знания стоят больше, чем смотреть Ютуб. Вы, да, вы, блядь... Так он на фоне у меня всегда играет. Это вообще обидно, когда... Нет, я имею в виду, смотреть необязательно. Я вообще так, в полуха, если что. Я имею в виду, что смотреть необязательно. Смотреть необязательно. Главное, слышать. Главное, что? Он же там ничего не показывает. Актерка. Минимально. Чисто на звуке. Виктор, вообще, вот в этот момент, когда вот такие люди подойдут, я вот думаю, нам надо держаться вот таких людей. Я вот недавно был у врача, и был у врача в день медика. И у меня брали кровь. Во-первых, всегда пугает, когда они, перед тем, как взять кровь из вены, вот уже в момент укола, она такая, все, тебе здесь повязала, ты, значит, этим поработал. Она такая, а вы как взятие крови переносите? Ты говоришь, ты говоришь, нормально. Она говорит, в обморок не попадайте. Конечности не отнимаются. Вы мне тут не заблюете все. Ты говоришь, нет, все нормально. И эта женщина, может, она куда-то торопилась, как она профессионально взяла. Во-первых, у меня иногда, я не понимаю, это комплименты или не комплименты. Видите, у меня, наверное, видны вены? Да. И мне почему-то все говорят, вены у вас, е-мое. Я говорю, я ничего для этого не делаю, если честно. Мне от отца досталось. Хотя, скорее всего, от ног матери. И она, знаете, как взяла. Обычно, знаете, я всегда переживаю, когда, может быть, эта молодая медсестра, может, неопытная, немножечко она нервничает. Плюс она еще узнает меня и такая, сейчас я убью Виктора Комарова. Вообще всегда ужасно, ужасно, когда тебя узнают врачи, и при этом они тут же расстраиваются. Вот я был, сегодня это произошло. Меня направили к онкологу на всякий случай провериться. К онкологу. Вы понимаете, это человек, который может поставить вам диагноз «рак». Один из самых плохих диагнозов. И вы не поверите, что он в какой-то момент прям не смог удержать эту реакцию. Он встретил меня и такой, здравствуйте. Типа, чувак, я не хочу тебе это говорить. Я не хочу тебе говорить плохие новости. И она так взяла классно кровь. Я говорю, просто профессионально, без трясущихся рук. Все очень было четко, все очень было быстро и профессионально. Пацаны, вы в детстве в ножички играли? Вот это вот движение, помните? Бля, то же самое. А она просто такая, говорит, вот здесь. Я думал, она потом еще отчертит в себе. Просто профессионально. Потому что я был в день медика. После того, как мне взяли кровь, я сказал, я поздравляю вас с праздником. На что, вы знаете, как они были удивлены? Они такие, спасибо вам большое. Я после этого сказал, не-не-не, вам спасибо большое. А они говорят, ты кто такой вообще? Ты что за человечек вообще? Говорит, хочешь, хочешь, мы тебе... Глюкозу поставим. Бля, спасибо, друг. Бог ты мой, я думаю, пожалуйста, сладкое, сладкое. Что есть сладкое? Да. Хочешь, глюкозу поставим? Виктор, вот вам спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Да, спасибо вам огромное. А прорекламировать-то можно, друзей? Да, да. Рекламируйте кого вы хотите. Ну, в общем, моего друга, у него своя 3D-печать, компания. У друга 3D-печать, компания? Да. Делает абсолютно все. Обычным пластиком, фотополимером. И окна, может, если что. Не-не-не, не то. 3D-печать? Да. Как найти эту 3D-печать? Просто вбить Rodin Labs. Просто вбить Rodin Labs. Да-да, и найдете. Супер, замечательно, Виктор. Спасибо большое, что вы пришли.